Тогда же господин Кинчев становится лидером Алисы, и в 85-м году появляется первая пластинка группы под названием «Энергия». За время прошедшей с тех пор участники Алисы выпустили 10 альбомов, обрели целую армию поклонников, а также репутацию самой взрывоопасной рок-группы. Среди ваших коллег вы пользуетесь поистине колоссальным уложением, когда они раздают разного рода интервью, и их называют рок-музыкантами, они говорят, ну что, рок-группа у нас одна, это Алиса. Что же такое настоящая рок-группа? О, Боже, не знаю, это сразу меня повергает в какое-то уныние и ставит в тупик. Я не знаю, что такое настоящая рок-группа. Мне сложно об этом говорить. И вопросом этим никогда не задавались? Ну, знаете, просто мне было сложновато всегда, и просто мне не хватало времени, чтобы ставить перед собой вот такие вопросы, и потом пытаться податься на них, искать ответы. То есть для меня важнее всегда было и остается это написание песен, то есть их запись и исполнение их на концертах. За свою творческую карьеру у вас появилась целая армия поклонников, которая так и называется, армия Алиса, да? Вот, это люди, для которых я, наверное, не побоюсь этой формулировки, ваша музыка стала настоящим смыслом жизни. Мне, например, кажется, что если вы должны чувствовать просто колоссальную ответственность, и всякий раз, когда вы стоите за написание песен, перед тем, как вы ходите на сцену на концерте, перед тем, как решаете выпустить новый альбом, вы, наверное, наверняка думаете, как это воспримут, вот, армия этих людей, психика которых еще, может быть, не до конца сформировалась, потому что все они, большинство средствами, люди довольно молодые. А что делать-то уж? Как, уже который год варюсь вот в этом, и если так воспринимают действительно мое слово, то нужно как-то образом в жизни пытаться подтверждать то, что все-таки я иду в сторону света, а не наоборот. Хотя всей жизни-то я показываю как раз все наоборот. То есть очень сложно, это настолько запутанно. Это, в общем-то, такая достаточно печальная тема, если о ней, в общем-то, начинать разговаривать. Иди ко мне, когда бессмысленно петь и тревожно ждать. Иди ко мне, я подниму тебя вверх, я умею летать. Иди ко мне, если метан не галет, развалась на бесцветные дни. Иди ко мне, когда бессмысленно петь, я открываю счет! Раз, два, три! Ко мне! Ко мне! Костя, в последние буквально полгода среди музыкантов очень оживленно обсуждается твой последний альбом «То и дело», слышишь разговоры на эту тему, что этот альбом под названием «Джаз», если не ошибаюсь, кардинально просто отличается от того, что было раньше, во всяком случае, от черной метки. Почему вдруг такое кардинальное изменение? То есть это более по коммерческим каким-то соображениям или все-таки это более твое внутреннее? Потому что здесь, я думаю, Кинчев будет совсем другим в этом альбоме. Нет, ну прежде всего мне хотелось бы верить в то, что каждый альбом группы «Алиса» разнится со всеми предыдущими или вновь выпущенными. То есть каждый альбом это что-то, ну я надеюсь на это, что-то новое, какое-то слово в том, что мы можем назвать «Алисой». И «Джаз» там, в общем-то, как подтверждение, это подтверждение правила, а не наоборот. То есть да, после черной метки, в общем, самой жесткой пластинке, которую мы записали, по звучанию «Джаз» это, на мой взгляд, выигрышно, оттеняет всю амплитуду человеческой души. То есть есть в каждом из наших сердец и то, и другое, и третье. То есть я имею в виду по полюсам, естественно, свет и тьма. И между этим светом и тьмой происходит постоянная борьба в душах, которые действительно живы. Я бы хотел вас попросить максимально подробно рассказать о вашем последнем альбоме. Ведь дело в том, что совершенно очевидно, что понятия «Алиса» и экстремизм были созвучны для многих, вот если не сказать, для многих людей, если не сказать, поколений. И вот сейчас, уже по мнению многих музыкальных критиков, после вот недавно прошла презентация последнего альбома, мнения такие, что, в общем-то, этот альбом от былого экстремизма не осталось и следа. Вот конкретно по поводу последнего альбома. Я знаю, что были привлечены очень серьезные музыканты, от Ворнова, Кончаева, Бригада С. Вот не могли бы вы рассказать про это? Ну, давайте я попытаюсь рассказать про это. То есть, альбом «Джаз» включает в себя 14 композиций, написанных мной в период до существования Алисы. То есть, каждой песне от 20 до 10 лет от роду. Каждая из этих песен. Эти песни существовали на каких-то концертах квартирных. То есть, это, опять же, где-то в том периоде, начало 80-х, когда я по квартирам пел. И не записывались никуда и никогда. То есть, видимо, ждали своего часа. То есть, я провожу аналоги с вином. То есть, хорошее вино – это выдержанное вино. Понимаете? Вот, как бы, вино настоялось. Достигло того букета, за который мне не стыдно. Вот я его выпускаю. А почему я не включал эти песни в те альбомы? Потому что они по концепции не входили. И вот сейчас они собрались в один единый альбом с таким вот, как бы, названием «Джаз». «Джаз», «Джаз». А я все видел, я небо смотрел в глаза. Все очень просто, просто гроза. Там, где вода, и в небе свежки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, висует на земле круги. Ты слышишь, слышишь шаги, идет дождь. Вы говорили, что в каждом человеке много бесовского, особенно в человеке творческом. Вот как вы боретесь с бесами и только ли покаянием? Ну, да как же еще можно бороться? Только покаянием можно бороться с бесами. То есть только богоугодными делами. То есть, а, соответственно, если человек крещен и называет себя православным, значит, он должен выполнять все законы и устой православной церкви. Это все. Вы боитесь еще? Ну, что вы, я как бы грешен им не отмываться, то есть и не отмыться за всю жизнь. Но я стараюсь выполнять все то, что как бы заповедает православная церковь. Но я не говорю, что это у меня получается ежедневно. А как изменилась ваша жизнь после того, как вы окрестились? Ну, сказать, что она кардинально изменилась, это ничего не сказать. Потому что, невзирая на то, что она действительно изменилась кардинально, я все равно как бы пребывал в этом грехе, в страстях, которые, в общем-то, клубятся вокруг рок-н-ролла. То есть все, которые существуют, все они как бы присутствовали и во мне, и со мной. И выбираться оттуда. Потому что как бы бесовское дело, как он сказал, вообще, честно говоря. Вообще разговор о музыке, вы очень часто переводите на оккультные темы. Вот многие говорят, что на самом деле современная легкая музыка, она гораздо проще того, что они обычно все говорят. Вам так не кажется или действительно все эти начала в ней присутствуют, на ваш взгляд? Ну, возможно, да. То есть я популярную музыку слушаю таким образом, чтобы это было как фон, не раздражало и тому подобное. В принципе, я думаю, вот эти функции она и выполняет. А если говорить о рок-музыке, это несколько совершенно другое. Но это тоже популярный жанр, правда? Популярный для кого? Для узкого круга людей. Для огромного количества людей. На ваших концертов собираются целые стадионы. Ну, значит, мне сложно заговорить. Ну, значит, это популярный жанр. Хотя мне всегда казалось, что рок-музыка – это не популярная музыка. Я хотела бы поговорить о Косте Кенчеве личности. Костя, вот многие из тех, кто вас знают лично, говорят, что если на сцене у вас такой агрессивный несколько внешний образ, то в жизни, тем не менее, вы очень стараетесь быть светлым, ровным и, как мы уже узнали, религиозным человеком. Вы сами ощущаете вообще вот какое-то противоречие этих двух образов внутренних? На мой взгляд, вообще человек живой – это скопище противоречий. Зачастую просто, как бы, на первый взгляд, не уживающихся между собой. Поскольку в человеке живет все. От почти что приближения к престолу Господа до самой скверной чернухи уживается в душе. Вот в чем проблема. И в вашей, и в вашей, и в вашей, и в моей. В нашей. В наших душах. Поэтому, как бы, и задача-то наша одна. То есть, единственное важное. Сохранить и сберечь свою бессмертную душу. И сделать ее угодной Господу. Другое дело, что это непомерно трудно. И каждый жизнь на земле, каждый час вот этой жизни на земле, доказывает, что это очень сложно. Без постоянной молитвы и покаяния. То есть, только забыл, и сразу опустился во все тяжкие. Вудить. Что, в общем-то, не раз и происходило. Я бы хотел спросить у вас, Константин. Что изменилось в жизни Константина Кинчева после того, как вышел в свет альбом «Шабаш»? Ведь многие знают, что, ну, пресс-поддержка этого альбома насладилась к тому, что вы язычник. Так, однозначно. И вы писали о том, что для русского человека нормально быть язычником. Это наша вера. И сразу после этого меняется многое. То есть, обращение к церкви. А что случилось? Я считаю, альбом «Шабаш» для творчества «Алис» самым удачным работать. То есть, это, ну, для меня, это самый, как бы, сильный альбом, который мне удалось сделать. Может быть, благодаря тому, что он еще и концертный, потому что мы все-таки концертная группа, а не студийная. И благодаря тому материалу, который там был, да, там, как бы, языческие корни очень мощно прослеживаются. Но человек-то тем и хорош, что он находится в поиске. И если говорить о язычестве как о ступени к постижению, как бы, Господа и верного выбранного пути, это замечательный путь, потому что он наиболее, как бы, корневой для русского человека через язычество к христианству. На «Заре перестройки» вы снимались в кино. Был такой воспитательный фильм «Взломщик», потом, по-моему, вы снимались в «Роке» Алексея Учителя. Вот, увы, что это было? Вы пытались заработать деньги, как-то популяризировать свою группу? Ну, наверное, и то, и другое, и третье. То есть, если вспоминать вообще, почему. Ну, я в то время не работал, статью за паницей тогда еще не отменяли. И участковый меня, в принципе, как бы, уже дергал на эту тему. И когда меня утвердили на роль, а главное, я гордо пришел в отделение милиции, показал трудовой договор и сказал, что отвали от меня. Все, они, значит, отстали. Потом деньги. Мне платили 200 рублей в месяц. Потом под спутной я понимал, что и для Алисы это будет полезно. То есть, как бы, об Алисе узнают. То есть, все вот перечисленные вами факторы имели место. Ну, чего ты за мной ходишь? Ты пойми, я хочу жить так, как я хочу. И никто не вправе. Слышишь, никто не вправе помешать мне в этом. Здесь мое место. Это моя жизнь. Мой кайф. Я... Я без этой жизни не могу. Ну, не могу. Поэтому буду вот так жить. Ты же знаешь, меня, да что там меня, всех нас изменить уже нельзя. Нас можно только уничтожить. А правда, что вы отказывались озвучивать этот фильм, и за вас говорит совсем другой человек? Да, говорит совершенно другой человек, но это не потому, что я отказался, а просто меня отсняли и все, и сказали до свидания. Вот, потому что режиссер посчитал, что для той внешности, которая у меня тогда была, мой голос слишком стар и грубый. То есть, ну, взяли актера, актер там. И потом, в принципе, я говорил другие вещи в этом фильме. Понимаете? Я сценария не видел, да, и говорил совершенно другие вещи. А потом... Костя, отвлечемся давайте от вашего творчества. Расскажите ваш любимый анекдот. Ну, вы знаете, мне сложно, то есть, у меня любимых анекдотов нет, я ни Юрия Никурина. Вот, ну, первый, который приходит на ум, ну, не знаю, сейчас попытаюсь его воспроизвести. Сидят Ромео и Джульетта и курят косяк. Джульетта затягивается, говорит. Ромео, я так тебя люблю. И передаю этому косяку. Та же фигня. Да, очень занятный действительно анекдот. Я думаю, все мы правильно его поняли. Прошу вас дальше. Кость, к вопросу об анекдотах. Говорят, что самый большой анекдот нас ожидает через полгода после выборов президента, когда все вернется на круги своя, потянутся вагоны на север и на восток, и будут массовые расстрелы, и кованный сапог боевика опустится на головы демократически настроенных журналистов и привыкших отвязно жить творческих личностей. По-моему, ты более всех остальных так называемых музыкантов испытал на себе все это. Говорят, ты в психушках, ты в свое время полежал, и все остальное было. Вот как ты себе представляешь свое будущее в той ситуации, поскольку все мы, наверное, ну, большинство, наверное, из нас задумались о том, что будет. Уйдешь опять в подполье и будешь из-за угла что-то такое выкидывать в лицо оголтелой коммунистической своре. Или же уедешь туда и будешь там делать что-то. И о будущем своих детей вот в этой связи. Теперь еще хочу сказать достаточно даже коротко, на мой взгляд, ясно. С Богом ничего не страшно. Если ты с Богом, ничего не страшно. И слава Богу, такая позиция. Я так понимаю, вы думаете, что все, что не происходит, то к лучшему, да? Нет, с Богом. Все, что происходит, это к лучшему, это все такое языческое и очень как бы аморфное. Если ты с Богом, то душа твоя спасается. А значит, а это самое главное. То есть умереть сегодня или умереть через 10 лет, то есть для тела, это не имеет значения. Важно, что ты с ним и пошел в жизнь вечную. А мы гуляли, беречись своей домой, мы открывали двери. А мы гуляли, беречись своей домой, мы открывали двери. Хоть попался, мы еще пришли в воду. Знай, вас куда в больных. Знай, знай, вас куда в больных. Знай, знай, вас куда в больных. Знай, вас куда в больных. Знай. Сюда как-то считалось раньше, что группа «Лиса» имеет больше такой анархический что ли оттенок. Но в последнее время сама группа, как мне кажется, у самой группы наметилась некая такая тенденция в ход в сторону официальной что ли сцены. Участие в официальных программах, таких как «Пятилетие музовоза». Участие в каких-то вот таких вот достаточно традиционных вещах на телевидении. То есть укладывается ли это в общую концепцию, сменение, может быть, даже музыкального материала, вот альбом «Джаз», более, скажем, как здесь было уже отмечено, легкий. И вот такое более, скажем, не традиционное, а более респектабельное поведение. Вот есть ли тенденция к этому? В чем она, в чем причина? Когда абсолютно органично смотрится, когда тебе, допустим, 17-20 лет, и ты весь в козах и в таких делах, то когда тебе уже ближе к 40, и ты вот такой же оставишься, это уже как бы говорит о том, что недалекий человек. То есть и глубины-то в нем, в общем, как бы оказалось и не было. Вот что касается анархии, я анархию понимаю как социальную позицию, то есть это твое отношение к властным структурам. И в этом смысле я такая, я и остаюсь вот на этих позициях, позиции анархии. То есть я не принимаю никакого политического течения и направления вообще, ибо считаю, что люди, занимающиеся политикой, по сути, свои дистроверы. Они не созидатели. И, соответственно, мне неинтересны. А то, что касается участия в Музабозе, я был действительно тронут. Мне Иван Демидов позвонил на Новый год, поздравил с Новым годом, говорит, приходи. Я не мог отказать, я пришел. У меня высокая реплика сначала. Вот культы очень неправильно расставил Легостаев, очень неправильно. Он эстет, а возможностью поднять программу не воспользовался. Перед нами, к нашему общему сожалению, необразованных урюков из числа шелкоперов, сидит единственный культовый персонаж в стране. Единственный культовый. Борю Ельцину не беру в расчет. Я говорю сейчас про музыкальные масс-медиа и, так сказать, вот эту деревню, называемую шоу-бизнесом русским. Это единственный культовый. Я постараюсь не смотреть на Костю, потому что она в какой-то степени выспринена. Лизаблюдская реплика. Я посмотрю на Легостаева. Он же эстетский журналист, поэтому... Вот Кинчев неправильно расставлен акцент. Разговор должен был начаться и продолжиться тем, что это единственный человек, который, наконец-то, растоптал... С помощью которого мы можем растоптать Запад. На Западе даже светлой памяти Курт Кабейн был превознесен до уровня культа с помощью огромной махины шоу-бизнеса. Так ведь или не так? На него работало 185 журналов, 385 передач, включая грузинское кабельное телевидение. И Курт Кабейн стал идолом только благодаря. А мы видим перед собой человека, который не то что не прилагал усилий к тому, чтобы стать культовым, а просто стал культовым. И мы даже ни слова про это не сказали. Я ему завидую очень черной, нехорошей завистью, потому что Кинчев пальцем не шевелит для того, чтобы быть культом. Он остался единственным, о ком говорят, вне связи вообще с шоу-бизнесом. И его участие в пятилетии Музабоза, о чем с попыткой ехидства, заметил мой коллега, сияющий впереди, это только человеческий жест, благодарный. Такой Константин Кинчев культ. А теперь ехидный вопрос. Почему все альбомы, несмотря на то, что все в восторге от текстов Кинчева и проводят какие-то аналогии со светлой памяти Бродским, какие-то там Бальман и так далее, почему все альбомы, когда их слушаешь и на концерте, в этой атмосфере давящей, и по-хорошему давящей, потому что таким и должен быть настоящий концерт, и дома не слышно текстов. Когда я спросил про это, монстров, может быть, не тех, кого надо спрашивать, алибас возник шписа, они начинают заговорчиво подмигивать. В этом есть некий музыкальный ход, потому что это такой род музыки, они не знают, как дальше отвечать на него, и поэтому говорят, это такой род музыки, при котором барабан должен звучать громче, чем текст Кинчева, каким бы он ни был. Но я-то слушал его, хотел расслышать, про что поет Константин. Почему у вас все альбомы, вот я не слышал акустического, только выборочно, почему все, где слова, я не слышал слов, там одна музыка. Вы как записывали его, вам не давали петь в студии? Нет, просто я чрезмерно скромен. Нет, альбом издается для чего? Нет, я сейчас не про армию, понятно? Я понимаю, да. Вот я его, вот я его... Когда идет работа над альбомом. Как я его должен слушать? Только музыку, что я должен оценивать? А текст-то не слышно? Нет, я принимаю, я виноват в этом, наверное, да, действительно виноват. Но когда идет вот эта работа, когда тебя достает уже, вот ты не можешь слушать уже эти песни, потому что ты очень много вложил и погружаешься в момент сведения в конкретную депрессию. А самого продюсера у меня нет, потому что я его просто не хочу иметь по собственной гордыне, опять же. Вот, и я начинаю сводить. И мне так противен мой голос, вот в этот момент, что я его задвигаю. Потом время проходит, я начинаю думать, что-то да, действительно. Все мне говорили, что его мало. Наверное, действительно его мало. Но уже как бы альбом выпущен. То есть вот эта проблема, то есть я говорю, как она есть. То есть это может показать, что я рисуюсь, но на самом деле она так и происходит. Рок-тексты можно издавать отдельной книжкой вне альбома джаз? Вот текст. Текст сам. Он теряет от этого? Имеет ли он право быть изданным отдельно, как писательское произведение? Я считаю, что мои тексты теряют. Потому что, вот допустим, я читаю Пастернак, и каждая строчка в моем сердце как бы будет определенной эмоцией. То есть мне хорошо, мне тепло. То есть там как бы тепло от строки, написанной на листке бумаги. Я вот этим таинствами не обладаю. То есть я пытался себя читать вот так на бумаге, у меня ничего не происходит. А Башлачевов происходит не всегда. Но кое-где какие-то строчки, какие-то строчки вот так вот делают такой укольчик в сердце. Высоцкий делает так, да. То есть Высоцкого могу сказать, что он на бумаге хороший. А ком еще? А Гребенщикову не могу читать на бумаге абсолютно. Хотя очень люблю, как будто альбом для ребят, мне очень нравится. Сейчас он на записанной. Скажите, пожалуйста, в Вашем детстве, юности было что-то такое, что могло бы Вас подтолкнуть к карьере рок-музыканта? Потому что в те времена это был такой очень неоднозначный выбор, да? О, да. Значит, у меня детство мое можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это этап пиратства. Потом пират, после пиратов, значит, я стал индейцем. Потом я стал Боби Халом, моя игра в хоккей. И потом Ози Осборн. И вот с момента Ози Осборна как бы вот пошло то, что потом переродилось в Алис. Вот примерно так, в двух словах. Кость, вот как Ваши родители реагировали на то, что Вы выбрали себе профессию Ози Осборна? И второй вопрос. Какими будут Ваши дети? Они тоже будут экстремистами и анархистами или кем-то другим? Ну, мне сложно говорить, какими будут мои дети. Какими бы Вы хотели их видеть? Я бы хотел их видеть, ну, как любой нормальный отец, я хотел бы их видеть хорошими, добрыми, порядочными людьми. Ну, а родители Ваши как реагировали? На Ваш оптимизм и Ози Осборнизм, так можно сказать? Ну, они реагировали, скрипя сердцем. То есть, Владимир Мукусев, снимая обо мне передачу для Нижегородского взгляда, который он делал, он брал интервью у моих родителей, и, в частности, мама рассказала такую причность. Вот, отвечая на этот вопрос, моя мама сказала следующее. Когда у тебя на цепочке большой бешеный слон, лучше эту цепочку отпустить. Вот так мама охарактеризовала свое отношение к тому, что ее сын стал узел это в какое-то время. Кость, сейчас такой вопросик из серии «Хихонек-Хахонек». Насколько я знаю, глобальная мечта любой фанатки, ну или там некоторых фанатов, оказаться в постели у своего кумира. А вот, а такая уже мега, мега мечта стать бой, геллфренд или бойфренд, это уж опять же, как у кого получается. Вот, да. Вот я знаю, что твоя жена была в свое время твоей просто безумной поклонницей-фанаткой. Как ей удалось перешагнуть через такую пропасть? Я не знаю, когда мы с ней познакомились, она понятия не имела, что такое Алиса, честно говоря. То есть, нет, мне приятно, что она фанатка, оказывается. То есть, как бы она стала фанаткой уже впоследствии? Ну, я вообще не уверен, что она была фанаткой когда-либо. То есть, ей нравились отдельные песни, и их очень немного, какие ей нравились. А когда мы с ней познакомились, она вообще не знала, что такое Алиса. Она видела фильм «Зломщик», где ей ужасно я не понравился. Вот. И, пожалуй, на этом, как бы, вот, то, что связано со мной, как с персоной такой публичной, все закончено. А потом, потом уже, конечно, она со мной стала ездить на все концерты, когда у нас еще пока не было детей. Вот. Но это, я думаю, не от того, что она как бы боготворила меня как кумира, а просто, так сказать, любила меня как мужчину. Костя, не могу удержаться. Редко бывают потрясения, но однажды такое случилось. Ты был у меня на эфире, и я попросила тебя прочесть их творение. Я думаю, ты это помнишь. Мне ужасно было, жаль, что по радио не видно. Мало того, это было здорово прочитано, но это надо было еще видеть. Вот если можно, прочти что-нибудь сейчас. Липой пахнет, тянет ветер ноздрями в себя. Ночь спустилась на деревню. Спит моя родня. Я не сплю. Проснулся что-то. Воздухом дышу. На уснувшую деревню глазами гулять лежу. Вижу пруд. Заим калитку. Яблони в цвету. Вижу спящую улитку. Рожки по ветру. Я набрал, чтоб было мочи. Плюнул. Не попал. Поперхнулся только очень. Больно заикал. Вот и думай, что такое? Что за кутерьма? Мне не спится. Тянет ветер ноздрями в себя. Скажите, Константин, как так получилось, что ваша песня «Театр теней» очень похожа на песню с альбома «Cure Head on the Door»? Да, потому что я гармонию взял из этой песни. Вы не считаете, что это просто пиратская какая-то? Ну, наверное, да. Но мне разрушав с упором группы Q не приходилось пить. Поэтому, так сказать, я посчитал вправе это взять. Вот сейчас как бы и людно в этом признаюсь. Да, я действительно взял гармонию и мотивчик у группы Q. А давайте продолжим эту тему. А вам не кажется, что вообще всё наше рок-движение пользовалось очень часто такими заимствованными штампами западной рок-культуры десятилетней давности? И именно поэтому, наверное, и всё это со стороны в конце 80-х выглядело как признак какого-то музыкального прогресса. Нет у вас такого ощущения? Возможно. Возможно, но я не знаю, что ещё сказать. Возможно. Хорошо. Всё-таки что такое русский рок? Все говорят, что данный феномен существует. Как вы трактываете это понятие? Ну, прежде всего, русский рок основан на слове. Вообще, русская традиция, поскольку она православная, она строится, прежде всего, на слове. Потому что сначала было слово, а слово было у Бога. То есть, как бы, идёт всё, как, в принципе, в Святом Писании написано. Поэтому, вот, в России, как ни в какой другой стране, чтились поэты, допустим. И, соответственно, рок – это форма выражения в конце 20-го столетия своих поэтических, музыкальных и театральных желаний, наверное, надо так сказать. То есть, это эклектика, симбиоз. То есть, что касается рока. В рок шли люди, обладающие словом, люди, обладающие музыкальными вещами. И, соответственно, сцена – это ещё элемент театра присутствовала. Вот три вот эти составляющие и делали, в принципе, как персону. Ну, рок-исполнители или коллектива. Без какой-то, вот, из этих вещей не получалось ничего. И не получается. То есть, это всё сложнее, чем, как бы, вот, на Западе. У нас всё сложнее, тоньше. Ну, и у нас страна такая. Она очень сложная и в то же время замечательная. Я хотел бы попросить вас опровергнуть, наверное, мою догадку, что наши музыканты, рок-музыканты, в частности, вы, несколько комплексуют это, ну, нехватки просто финансов самых натуральных. Потому что, наверное, где-то процентов 30 всех ваших каких-то вот выступлений на телевизоре сводится именно к тому. И в газетах. То есть, я отлично помню, как вы с экрана телевизора призывали фанатов покупать билеты, потому что у вас не хватает денег. И это комплекс какой-то, или что это? Можно назвать и так, наверное, да. Ну, денег явно не хватает. Как вы, примерно, хотели бы видеть итог вашей жизни, там, как вы хотели бы, чтобы она закончилась? Хотели бы дожить до старости, или не хотели? Это как Богу будет угодно. Да, это понятно. Ну, просто если бы, если бы была возможность выбирать то, что бы вы выбирали? Ну, так я же ответил на ваш вопрос. Как Богу будет угодно. Не нам, в общем-то, это всё выбирать. Другое дело, что, вот, суицидов меня не дождётесь. Это, вот, единственный выбор, когда мы сами решаем все эти проблемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не хочу успокоиться, пора уже устать. Залить в постели, быть спокойно спать. А в постели увидеть снова этот дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему, зачем вы так много говорите о том, что вы верующий, что вы ходите в церковь? Ведь, по-моему, вера, религия, это что-то очень личное. Это что, попытка заставить всю свою армию поклонников тоже пойти в церковь, как-то их свернуть какой-то на другой путь? Ну, вы правильно поняли, да. Или это какое-то покаяние на огромную аудиторию за счёт телевидения? Ну, действительно, это так, поскольку я могу тысячу раз говорить, что я никого не приручал, и поэтому ни за кого ответственности не несу. Но подпудно я всё равно как бы в ответе. И прояснить свою позицию на сегодняшний день я просто считаю необходимым. Для всех тех, кому не безразлично то, что они называют Алисой, и, соответственно... Ну, как вы считаете, поклонники Алисы пойдут в церковь? Ну, я бы так не говорил, но думаю, что... Думаю, что... Надеюсь на то, что... Будет так. Будет так. Вас не пугает разница в возрасте между вами и вашими юными поклонниками и поклонницами? Понимаете, такая проблема отцов и детей. Отец как бы мудрее и умнее тех, для кого он что-то делает, и поэтому, может быть, больше ремесла, больше каких-то вот целей, когда вы что-то пишете. Нет той искренности. Вот этого не происходит? Ну, если бы я задумывался о том, что нужно написать и что будет полезно для меня в финансовом смысле, а для, так сказать, подростков в духовном смысле, я бы менял профессию, я бы был не рок-исполнитель, а скорее бы поп-исполнитель. Потому что вот это как раз и отличает рок-исполнителя от поп-исполнителя. Кардинально. То есть тот, кто занимается рок-музыкой, он не думает о том, что он напишет. Он делает это повеление в сердце. Ну, извините за как бы высокопарный слог, но это именно так. А поп-исполнители делают, извините, на потребу все. Я хотел бы задать Косте вопрос. Костя, я не захватил те времена, когда рокеры и шмокеры били друг другу морды. Говорят, что Кинчев был более воинственно настроен, может, по молодости лет, может, по какой-то другой причине, против, ну, так скажем, моей любимой попсы. И биография развития попсы украшена многими повреждениями, конечностей, синяками. Так же, как и, собственно, рокеры, потому что и попсовики попытались, люди залихватские, мускулистые и так далее. Вот что-нибудь из этой биографии, потому что пигмейская журналистика тоже имеет право на существование. Вот кому лично ты набил морду из людей такого калибра, которых можно употреблять в печати? Вот кому ты набил морду из тех, кто сейчас выступает и делает это хорошо в денежном смысле? Дальше коллектива Алисы не выходили, не выходили вот эти разборки. То есть, что касается коллектива Алисы, мы дрались между собой все время. А все, что я слышал про неприязнь, которая материализовалась в мордобоях между тобой, скажем, и какими-нибудь Киркоровыми, это неправильно? Нет, просто напомнить надо. Киркоров. Вот у меня конкретный случай. У меня Киркоров. Вот ты дотянулся на него, когда бил его? Мне все-таки интересно. А я его не бил никогда. Мы с ним даже вообще где-то ближе, чем метров пяти, и не виделись никогда в жизни. Я его видел один раз в жизни, Киркорова. Вот это запомнилось мне на всю жизнь. На мороз рекордсии. То есть, я приходил, и он там что-то делал. Тоже, видим, какие-то финансовые вопросы решили. Я думаю, он оставил неизгладимое впечатление. Конечно. Константин, бурное тусовочное прошлое предполагало, наверное, большое количество возлияний, возможно, даже наркотики. Сейчас рокеры Шевчук, Бутусов, Сукачев пропагандируют такой здоровый образ жизни. Говорят, что они не пьют практически. Вот мне интересно, вы выглядите очень хорошо, это свежо, несмотря на сезону, вот как вы сейчас в этом вопросе интересны. Что вас конкретно интересует? Торчу ли я сейчас или не торчу? Интересует алкоголь? Нет, я сейчас не торчу и, в общем, выпиваю крайне редко. Вот я даже курить бросил. Алиса потихоньку становится целой империей. То есть, помимо альбомов, помимо концертов, существуют майки с Кинчевым, значки с Кинчевым, плакаты, книга о Кинчеве, существует своя газета, существует даже сборник комиксов по мотивам черной метки. Вы даже, по-моему, пару лет назад собирались выпускать собственное пиво «Жги-гуляй» со своим лицом на этикетке. Это все способы заработать денег? Ну, конечно, а что же еще раз? Или это просто элементы глобальной раскрутки по всем правилам шоу-бизнеса для того, чтобы Алиса стала все более... Хорошо, это, значит, элементы глобальной раскрутки по всем законам шоу-бизнеса и, как следствие, способ заработать денег. А пиво было выпущено в итоге? Пиво и газета на втором номере закрылось, потому что денег нет. Это все как бы прожекция. То есть, у меня как все это будет? А было бы хорошо, вот, маниловщина такая, было бы хорошо, вот, газету. И начали делать. А потом мне говорят, Костян, деньги? Я говорю, да. Не окупает? Все, закрыли тему. Константин, если бы не музыка, если бы не стихи, кем бы мог быть Константин Кинчев? Или только тем, кем он сейчас является? Да, Константин Кинчев именно этим и ценен. То есть, только музыка и стихами, а все остальное – это пшик. И никому он не нужен и интересен без музыки и стихов. А сами себе вы интересны? Я считаю, что до меня не было Константина Кинчева, и после меня его не будет. Соответственно, значит, я интересен. Да, вот на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшнюю программу. В гостях у нас был лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Следующий раунд окупера ровно через неделю. Увидимся. После беседы у меня возникает только один вопрос. Как вы думаете, а должен ли человек, который обладает вашей социальной значимостью, у которого есть репутация действительно культовой персоны, давать пресс-конференции? Иными словами, не жалеете, что пришли? Да нет, не жалею. Все было неплохо. То есть вы считаете, просто существует такое мнение, что людей настолько популярных, настолько любимых, лучше рассматривать все-таки издалека. И когда они соглашаются в беседу с журналистами о чем-то таких каких-то проблемах, может быть, серьезных, а может быть, не очень серьезных, то, может быть, некоторые поклонники изменят о вас свое мнение? Ну, вот я думаю, что важно, чтобы собеседники не были разочарованы. Что касается меня, я не разочарован. То есть мне все было по кайфу. Постаем еще раз, придете? Ну, возможно, через какое-то время. Конечно. Большое спасибо. Пожалуйста, спасибо. Благодарю. Спасибо. Благодарю. Вот вы как-то сказали, что следующий ваш альбом будет называться «Дурак». Почему? Вы кого-то имели в виду или это... Только себя. Только себя. Я чем дольше живу на белом свете, тем больше понимаю, что я знаю, что я ничего не знаю. Как Сократ говорил. Удрый человек был. Согласитесь. Или нет? Конечно. Поэтому любой мужчина, занимающийся нормальным делом, годам к сорока, понимает, что он... Дурак. Да. Вот сейчас модно многим солистам групп выступать отдельно с сольными концертами. Вы ничего такого не планируете в своей жизни? Ну, да нет, я как бы не солист. Вообще вот в этом понимании, то есть в широком понимании этого слова. Я неотъемлемая часть коллектива под названием «Алиса». Это мне не очень нравится, когда на афишах пишут Консайдин Кинчев и группа «Алиса». Да, мне нравится, чтобы было написано «Группа «Алиса»» и всё. Мы знаем о вашей акции с ЮЮ «Наполним небо добротой». Вот вы думали вообще, что, может быть, можно было бы ещё с какими-то людьми, которым всё-таки молодёжь ещё верит, создать какой-то фонд милосердия, фонд помощи наркоманам, больным СПИДам? Я с удовольствием, на самом деле, помогал, но у меня нет вот этой организации кожилки. У ЮЮ это получается. И дай бог, если ЮЮ меня призовёт, вот я всегда вписываюсь. Ты же исполнитель хороший. Я хороший исполнитель, да. В широком смысле. Да, этого слова. Костя, вот есть в изобразительном искусстве понятие такой стафажной фигуры. Это люди, которые окружают главного героя, но сами не участвуют в действии, только рассказывают о происходящем. Вот мне кажется, что ваш альбом «Джаз», вот в этом альбоме «Алиса» является такой стафажной фигурой. Вот означает ли это, или это просто настроение у вас такое, или это означает, что вы несколько поустали от жизни и предпочитаете описывать происходящее, сами в этом как бы не участвуют? Стофажная фигура для меня новое слово, сразу скажу. Для меня тоже. Вот. Ну, как бы со стороны, вот скажем так. Да, отстранённо, да, то есть, как бы, обозреватель. Нет, на отчасти, наверное, да, так. Наверное, да, так. То есть, это возраст, в общем-то, конечно, говорит. То есть, как бы, легче. Но песни, вот которые я, как бы, записал в альбоме «Джаз», они все написаны 20... Вот, допустим, «Дождь» я написал в 76-м году, вот я школу закончил. 20-15 лет назад, да, эти песни. Ну, по каким-то причинам... Ну, это Далисовский вообще период, то есть, такой моего блуждания, так скажем. Поиска. Да, поиска. Вот. И квартирные концерты, потому что в ту пору в Москве нельзя было играть. Вот, начало, после Олимпиады, как раз вот это всё. Олимпиада и после Олимпиады. Вот это 80. Было... Я играл только квартирные концерты. Там на квартире собирались, все скидывались по рублю. У меня тридцатничек или сороковничек получался. То есть, это давало возможность существовать каким-то образом. Вот. И всё. Значит, потом я в Алису ушёл. И вот эти песни как бы оставил он за бортом. Потому что, ну, как бы написались другие совершенно. То есть, там, когда вот с коллективом, совершенно по-другому всё. А вот ребята и девчонки, которым сейчас уже за 30, далеко. Тогда они были ребята и девчонки, сейчас это мужчины и женщины. Вот. Очень-очень хотели, чтобы эти песни опять же как бы прозвучали. И мы сделали вот так. И действительно получилось. Действительно получилось. Потому что альбом... Ну, издатель очень доволен. То есть, а это важно. То есть, он очень хорошо, хорошо покупается. А вот мы знаем о работе над вашим... Над диском, вернее, с песнями Владимира Высоцкого. А к вам не приходила идея такая вот записать песни Марка Бернеса, например, или Вертинского? Значит, прежде всего хочу сказать, благодаря Ю-Ю, опять же, Юрий Юлянович придумал вот эту тему. То есть, а он хороший организатор, действительно. Вот, собрал людей, приколол на идею записать альбом, состоящий целиком из песен Высоцкого или из стихов. Я поступил несколько неординарно. То есть, я взял стихотворение и написал свою музыку на это стихотворение. Потому что, ну, для меня вот Владимир Семёнович очень мощный исполнитель. То есть, я круче Владимира Семёновича это сделать не могу. А если я не могу сделать круче, то я лучше не буду этого делать. Понимаете, о чём речь? Поэтому я подошёл, так я взял стихотворение. То есть, Владимир Семёнович эту песню не пел. Он просто написал стихотворение. Песня за съемщик. Ну, я считаю, что у меня получилось. Вот я слушал весь альбом. Получилось очень хорошо ещё у Славы Бутусова. Просто отлично. Он подошёл по-другому. Вот этот альбом вообще интересен тем, как кто подходит. Потому что такой процесс-то очень... Владимир Семёнович, это же махина мощь. И вот Слава взял самую знаменитую и известную песню. Сон мне в жёлтой огне и горячевая снея. И сделал абсолютно по-своему. Он мне очень нравится, как он сделал. Вот. А вообще, такой интересный альбом получился. Ю-ю скоро его выпустят в свет. Ой, специально для Уфа-ТВ. 6 октября, в День автомобилиста, наибольшее количество поцелуев и цветов получил не водитель автобуса номер 2, а популярный певец Идрис Газиев. Башгосфилармонию... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!